Глава 96 Возвращение Хотя ребята на рыбалке и замерзли, они были очень довольны, ведь они наловили целое ветро рыбы. Дедушка, а когда вы нам расскажете о спасителе? Когда же он в конце концов придет? Спросил Юра. Мне так хочется поскорее узнать. Если маму отпустят из тюрьмы, то я обязательно должен буду ей рассказать о нем. В следующий раз начнем изучать Новый Завет. А сегодня я вам расскажу, как Бог готовил мир к приходу Спасителя. Как Сатана не старался разрушить и посеять как можно больше неверия и беспорядка, Бог все это употребил во благо. Спустя много лет народ иудеи, оказавшийся в Вавилоне, покаялся и попросил Бога вернуть его в родную страну. Бог услышал его мольбу о помощи и вернул многих людей в Иерусалим. Эти люди отстроили Иерусалим и каменные стены вокруг города. Они также восстановили храм. Израильтяне, возвратившиеся на родную землю, стали называться по-другому. Их стали называть иудеями и сегодня так называют их потомков. Название иудеи, вероятно, происходит от названия иудеи. Иудеи по-прежнему поклонялись Господу, хотя у большинства это шло не от сердца. Они приходили в храм со своими приношениями, но они не верили, что они грешники, нуждающиеся в Божьей милости. Господь вновь наказал иудеев, позволив другим народам завоевать их. Греки овладели страной иудеев и научили их греческому языку. Пока дедушка рассказывал, они подошли к дому. Дедушка вынес большую эмалированную кастрюлю и сложил в нее рыбу. Затем он насыпал каменной соли, все перемешал, накрыл сверху крышкой, положил на нее два кирпича и все отнес в сарай. Поиграв немного с кроликом, мальчики вошли в дом. Бабушка налила им теплой воды и помыть руки. Наевшись горящего борща с чесноком, мальчики приготовились слушать. Как они были рады, что есть дедушка и бабушка, и что дедушка им так много рассказывает. Бог намеревался использовать греческий язык для распространения своего слова по всему цивилизованному миру. В то время Библия была еще не завершена. Была написана лишь ее часть, известная нам под названием Ветхий Завет. Книги Ветхого Завета были написаны на древнееврейском и переведены на греческий язык. Таким образом, люди, жившие далеко от Израиля, готовились через чечение Слова Божего к приходу Спасителя. Спустя некоторое время римляне вытеснили греков и овладели Юрсалемом и землей Израиля. Римляне правили иудеи и заставляли людей платить налоги. Того, кто не подчинялся римлянам, строго наказывали. Римляне убивали иудеев копьями и мечами, распынали людей на крестах. Римский император Кесарь назначал своих правителей в страны, которые он завоевал. Римляне поклонялись многим ложным богам. Они также воздавали божеские почести Кесарю. Однако римляне позволяли иудеям по-прежнему поклоняться Господу в храме. Бог предопределил употребить римское правление для подготовки почвы, для распространения своей воли. Бог позволил римлянам построить много великолепных дорог, соединявших огромную империю. Бог подготовил путь для распространения своего слова в самые отдаленные страны. Бог заботится обо всех народах и хочет, чтобы они знали Его. В те времена иудеи начали строить дома-собрания, называемые синагогами, где они могли читать и изучать ветхозаветные писания. Из-за преследования и плена иудеи были рассеяны по многим странам. Синагоги были построены не только в большинстве городов Израиля, но и во многих городах Малой Азии, Греции, Персии и Северной Африки. В последний день недели иудеи собирали синагогах. Иудейские религиозные учителя и руководители читали и объясняли писания Моисея и пророков. Часто их объяснения не соответствовали тому, что Бог сказал или написал в Библии. Большинство иудеев ходили в храм и в синагоги, а на самом деле некоторые из них не верили в Господа и не следовали тому, что было записано в Его законе. Для них эти собрания представляли собой лишь часть их культурного наследия и традиции. Их поклонение Богу ушло не от сердца. Однако среди иудеев были и такие, кто верил в Слово Божие, данное им через Его посланников. Они верили в Господа и старались следовать Его заповедям. Они были приняты Богом из-за их веры в Него. Эти люди ожидали прихода Спасителя, который по обетованию Бога избавит мир от сатаны и наказание за их грехи. Прошли тысячелетия с той поры, когда Бог впервые обещал послать Спасителя. Но эти люди знали, что Он придет в точный срок, установленный Богом. Неверие Израиля и его отказ от Божьих обетований глубоко опечалили Господа. Давайте откроем 80-й Псалон и прочтем стихи 14 и 15. «Когда бы люди слушали меня, когда бы по моим заветам жил Израиль, тогда бы я направил руку против врагов Израиля и уничтожил их». А теперь, Саша, читай стих 17. «Кормил бы я вас лучшим хлебом, и был бы мёд, скалы для вас неистащим». Бог был действительно опечален поведением Израиля, но Он никогда не менял Своих замыслов и не забывал Своих обещаний. Теперь Он распространял Свою милость и милосердие на весь мир. Он сделал так, чтобы установился общеизвестный язык, проложил великолепную сеть дорог и сделал места для проведения собраний в отделенных странах. Он прокладывал путь для того, чтобы все услышали весть о давно обещанном Спасителе. После ужина включили телевизор. Валентина Николаевна предложила всем желающим собраться в игровой комнате. «Давно мы с вами не собирались, ребятки? Рассказывайте, что ещё нового вы узнали? Мы сегодня закончили изучать Ветхий Завет», – сообщил Юра. «Так быстро?» – удивилась Валентина Николаевна. «Дедушка сказала, что мы проходили только самые основные моменты, чтобы понять, для чего нужен был приход Спасителя. Сколько раз Бог старался наставить людей на путь истинный, столько раз призывал их покаяться и не жить во грехе, а люди всё равно грешили. Тогда Бог предложил последний и самый действенный способ отдать своего сына в жертву за грех людей. Но об этом пока мы не знаем ещё подробно». «Ну хорошо», – сказала Валентина Николаевна. «Тогда расскажите нам, что вы знаете». Мальчики старались ничего не пропустить, подробно описывая ход войн и кто когда побеждал. «Самое главное», – сказал Славик, – «это не забывать, что нужно раскаяться и взывать к Богу о помощи». «Да, прежде всего нужно жить так, как Он учит», – добавил Юра. «Это, конечно, так», – согласился Славик. «Но народ израильский многие годы мучился в рабстве, в плену и никак не хотел раскаяться и попросить помощи у Бога». Валентина Николаевна внимательно слушала вопросы и ответы мальчиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова